По Самаре с ветерком. Валерий Бобров заядлый любитель скейта и велосипеда, поэтому в числе первых облюбовал и новый вид самарского такси – электросамокаты. Проверил их из любопытства и понял, что это лучший способ добираться до работы. По времени выходит так же, как и обычное такси с учетом ожидания, а по средствам считает выгоднее. Рублей 100 уедет, а так 50-60 рублей в среднем. На самом деле очень удобная штука. Достаточно удобная, можно не сильно вызывать такси, просто посмотреть по приложению, где дешевле и удобнее. И как бы едешь с ветерком. Уже месяц как операторы кикшеринга, то есть проката самокатов, благодаря реализации инвестпроекта и поддержке администрации города, совместно с региональным департаментом туризма внедрились в самарские будни. Сразу четыре агрегатора теперь на улицах мегаполиса. Новые транспортные девайсы расставлены по точкам, одобренным операторами. Чаще у остановок общественного транспорта, метро, парков и набережной. Ну вот, я, грубо говоря, сейчас вижу самокат, где он находится и сколько стоит. Я подхожу к самокату, сканирую штрих-код и запускается программа. Все привязано к карте, сколько покатаюсь, сколько, соответственно, мы снимаем. Одна минута стоит 4 рубля. Плюс тарифный сбор за услугу от 30 до 50 рублей. Цены за прокат у каждого оператора свои. Скорость ограничена максимум 25 км в час. В случае поломки или вредительства со стороны пользователей самокат сам подает сигнал в службу безопасности сервиса. А под зарядкой устройства занимаются специально нанятые люди. В общем, система налажена. Но вот приживется ли ноу-хау, гадают и сами горожане. Я вот помню первый день, когда они только появились. Это был бум самокатов. И мы первым делом скачали приложение и нашли самокаты. Я думаю, приживется все-таки. Мы привыкли, что в нашу жизнь приходит что-то новое. Самокаты станут частью нашей жизни. Мне кажется, сейчас все наиграются, потом оно станет неинтересным. Цены поднимут, возможно, это уже станет невыгодно. Нет, это не транспорт наш. Мне кажется, это просто развлекало. Но если смотреть заграничный опыт самокатов, то, мне кажется, скоро так же будет. Разбивают их. Разбивают и даже разбиваются. Вот это, пожалуй, самая негативная сторона инновационного транспорта. По всей стране все чаще регистрируют ДТП с самокатами. В общественной палате России уже предложили приравнять новомотные средства индивидуальной мобильности к мопедам и обязать получать на них права. Ну а пока водитель самоката по нормам ПДД – это пешеход, и правила для него соответствующие. Это движение по тротуарам, движение по пешеходным и велодорожкам и движение в специально обозначенных местах. Конкретной скорости, конечно, ограничения нет, но есть определенные меры безопасности. Они должны быть в защитной экипировке, они должны иметь световозвращающие элементы на верхней одежде. Естественно, для соблюдения мер безопасности они должны двигаться по более-менее ровной поверхности. На улицах Самары уже появилось несколько тысяч самокатов. Чтобы наслаждаться поездкой и не беспокоиться о своем здоровье, специалисты рекомендуют помнить о мерах безопасности. Не разгоняться, не выезжать на проезжую часть, переходить дорогу спешиваясь и не создавать помехи другим участникам движения. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Василий Колдашов, Константин Головин. События.